Если мы будем говорить об открытии бизнеса и о легализации через него, то какие существуют возможности? Легализация через него. Легализация граждан, легализация денежных средств для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность в какой-либо бизнес в Греции. То есть бизнес в Греции можно вести через греческое юридическое лицо, то есть учредив здесь греческое предприятие. Любой совершенно иностранный гражданин без каких-либо абсолютных ограничений, даже не имеющий вид на жительство, имеет право учредить в Греции предприятие для того, чтобы получить специальное разрешение на работу в виде, в общем, быть управляющим директором своего же личного предприятия. Он сказал, нужно обратиться в греческое консульство. Для того, чтобы греческое консульство выдало такое разрешение, нужно предоставить документ, по которому должно быть видно, что в греческом предприятии работает не менее 25 человек. Такое-то ограничение есть. По-другому греческим управляющим своего собственного предприятия может быть любой гражданин, имеющий на это право. Может быть, какой-то гражданин, который может быть найден здесь, в Греции. В общем, такая деятельность есть. Какие формы предприятия можно учреждать? Можно учреждать предприятие, которое очень популярно у нас, нечто похожее, схожее, с обществом ограниченной ответственностью. У нас эта форма называется ИКИ. То есть любая ответственность предприятия ограничивается суммой уставного капитала. Требований к уставному капиталу не существует, то есть от одного евро. Очень удобная форма и учреждения, и внесения изменений, и удобно открыть, удобно закрыть. То есть в среднем учреждение или закрытая компания занимает не более одного месяца. Каких-либо предпосылок, нахождение каких-то денежных средств, какие-то дополнительные страховые взносы, в том случае ничего этого не предполагается. Оплачивается только минимальный страховой взнос управляющего директора в сумме не более 130-140 евро в месяц. Это вот одна форма предприятия. Есть формы предприятия в дальнейшем акционерном обществе закрытого-открытого типа. Также может иностранный гражданин быть 100% собственником. То, что я сказала, если желает быть управляющим или совет директором, специальное разрешение и 25 работников на предприятии. Можно заустраивать аграрные предприятия. То есть, в принципе, я что пытаюсь донести, что ограничений навести и выбор бизнеса, которым желают заниматься, в Греции никак не предусматривается для иностранных граждан, потому что у нас права равны. Единственный вопрос, который немножечко вызывает некоторые затруднения, это занятие индивидуальной частной предпринимательской деятельностью, нужно через себя лично, которая давает активность. Она предполагает получение специального разрешения в греческом консульте, для чего должен быть предоставлен бизнес-план, проект, денежные средства, откуда они возьмутся. После этого в процессе промежутки наше греческое министерство экономики должно принести, вынести решение, что действительно такая инвестиция, такая предпринимательская деятельность очень выгодна греть, и дать окей, и тогда можно получать первое разрешение и уже в дальнейшем получать предложение, и учреждать, наконец-таки, эту индивидуальную деятельность. Минимальная стоимость на сегодняшний момент такой деятельности, не хочу сказать сожалению, просто она всегда была 60 тысяч, а последняя с 2013 года 250 тысяч. То есть у нас требования к индивидуальному частному предпринимателю 250 тысяч. Однако, если вести ту же самую деятельность через компанию другой формы, через юридическое лицо, например, как я хочу сказать, это общество с неограниченной ответственностью, то никаких требований к уставному капиталу нет. У нас, получается, простые, как сказать, небольшие бизнес-проекты, удобнее вести через общество с неограниченной ответственностью, чем через индивидуальную предпринимателю, к которому есть ставка 250 тысяч. Нужно это законодательство смотреть. Хорошо, смотрите, момент, то, что вести деятельность, открыть компанию несложно, это мы поняли. А можем ли мы на этом основании просто то, что мы открыли компанию, пока еще, скажем, не показали, на что способна наша компания, открыть визу, да, въездную, типа D, например, да, или это будет, может быть, какая-то краткосрочная виза, да, то есть если человек заявляет в посольстве, что у меня есть компания на территории Греции, имеет ли право он запрашивать визу, и какая это будет виза, да, краткосрочная или долгосрочная, имеет ли право вида на жительство, если вот он открыл компанию, ну, или нужно показать свои обороты, да, то есть показать, как компания работает, и только после этого можно претендовать на какое-то нахождение в стране. Учредить в Греции предприятие, являясь учредителем, являясь директором, если получили или не получили разрешение, остановиться на учредителе. Если при этом в греческом предприятии не работают 25 работников, то значит учредители, предприятия или директор не могут быть, не могут получить вид на жительство, если они граждане 30-го Европейского Союза, к сожалению, к сожалению. Это требование введено с 2015 года, и, к сожалению, его пока не отменят. При этом не имеет значения обороты, да. Главное, чтобы вот было 20 человек, которые не обязательно, чтобы работали на 8-часовом рабочем день, это не зарегистрировано, но они должны присутствовать и весь каталог работников задействованных предприятий. Однако из этого правила есть исключения. Исключением являются филиалы, дочерние предприятия иностранных компаний. То есть дочерние предприятия, то есть примерно там, ну мы стараемся на 75, но можно и поменьше, от 51% предприятия, любой совершенно иностранной компании, если учреждается в Греции, то тогда и учредители этой компании, и управляющие совет директоров, акционерное общество, любой формы компании, и имеют право на получение ВИЗД специального вида на жительство как участников компании. Здесь нет ограничений на трудовых работников, сколько их задействованы в компании. Ну, надеемся, может это отменить по-другому еще. У нас еще немножечко другая программа, тоже также действующая на бизнес, которая дает возможность получения вида на жительство. Это учреждение любой совершенно формы компании или здесь же индивидуальное частное предпринимательство через инвестицию в греческую экономику, не в недвижимость, как мы говорили по-за телевизии, а в греческую экономику любой бизнес-проект. Но сумма этого проекта должна быть не менее 150 тысяч, предоставление проекта, объяснение проекта и подтверждение, что где-то в какой-то точке мира, на каком-то банковском счету, есть такая-то сумма, которая доступна инвестировать. Подписывается обязательство, что инвестиция будет происходить в течение пяти лет, и эту сумму по стадии нужно инвестировать. Тогда, да, тоже выдается сразу вместе с учреждением компании и специальная виза ДС греческого консульса в дальнейшем вид на жительство. Вид на жительство активного инвестора, это называется, который проинвестировался в экономику активности. То есть в коммерческую или какую-то другую недвижимость, это пассивная инвестиция, а в экономику, в развитие экономики, это активная инвестиция. Если он активно инвестируется, то тогда этот вид на жительство и срок его проживания в течение пяти лет ему будет являться еще более прямой и ровной дорогой к получению греческого рождаства по действующим сегодня законодательным нормам. То есть несколько лучше, потому что будет каждый год налоговая декларация. Да, хорошо, спасибо. Но исходя вообще из всего, что я слышу, конечно, я понимаю, что когда человек ставит перед собой какие-то планы получения долгосрочного вида на жительство или гражданство, надо в индивидуальном порядке разрабатывать какой-то иммиграционный алгоритм, именно потому что каждую деятельность разобрать индивидуально, потому что здесь может она подойти и под открытие филиала, и открытие собственной компании. Да, может быть, у человека уже есть 25 сотрудников, поскольку я поняла, они же не обязательно должны быть греки. Правильно я понимаю? Они должны быть граждане, имеющие право на трудовую деятельность в Греции. Ну, хорошо, то есть это такой усложняющий момент. В принципе, чего вот этот момент, то, чего очень боятся, скажем так, вообще предприниматели, да, когда вот их обязывают предустраивать иностранных сотрудников, конечно, поэтому всегда стараются найти какие-то обходные пути. Конечно, вот филиал компании, да, действительно, это будет очень интересный момент. Те, у кого существует действительно компания. Но, наверное, какие-то тоже есть нюансы, что можно какое-то время существовать. То есть нет, да, то есть абсолютно из такого... Абсолютно. И вот только филиалы и дочерние, обратите внимание, да, потому что филиал, это немножко там, история налоговложения несколько усложняется. А дочернее предприятие – это совершенно самостоятельное юридическое лицо. Вот смотрите, здесь, если человек получает визу D, то есть он обязан находиться вот по этой визе D или по этому виду на жительство в стране, в Греции, если он открыл, скажем, вот дочернюю компанию? Ведь бизнес, он подразумевает постоянное передвижение. Поэтому не принципиально, то есть эта категория не контролируется, сколько время нахождения будет. И правильно ли я понимаю, что это самый удобный способ вот получения вида на жительство? Ну вот именно для... То есть если гражданин хочет заниматься трудовой деятельностью, то есть открытое предприятие, у него есть какой-то бизнес-проект на самом деле для вида на жительство, действительно хочет делать какой-то бизнес. Кстати, тоже, опять же, я говорю, у нас хорошее место в Греции, потому что, понимаете, нету никаких особых требований каких-то. Я слышу, что в других странах какие-то очень большие страховые взносы, какое-то там обязательно количество работников, как-то очень много, так это все, там много очень всего. Какая-то особая налоговая ставка из иностранных гражданин. В Греции этого ничего нет. И учреждая в Греции юридическое лицо, вести деятельность можно по зоне Шенгена. То есть имея здесь компанию, можно одинаково работать. И, знаете, у нас без МДС, там разгоз и так далее товаров. Как будто ты работаешь из точки Европы. То есть нас считается экономически очень выгоднее принять предприятие здесь, чем в какой-то другой европейской стране по налогам и по возможностям, которые предоставляет страна именно иностранному гражданину. Что говорится, не ограничивая как-то бизнес. А если человек открывает дочернее предприятие, нужно ли иметь какой-то фактический офис, скажем, какое-то место? Просто адрес, да, достаточно иметь юридически. Насколько я знаю, существует множество компаний, которые просто не предоставляют себе юридический адрес, если тебе фактически не нужно как бы место физическое, и можно пользоваться такими адресами. Есть такое, можно этим пользоваться. Мы как бы со своей старикой говорили говорим, что желательно на самом деле что-то учреждать и о чем-то думать, потому что эти компании, конечно, когда с вами учреждается компания, на самом деле недорогостоящие, но есть определенные бухгалтерии, есть какие-то обязательства, есть какие-то налоги. То есть это, как сказать, деятельность. Только если для галочки ее вести, Греция как бы не знает, насколько в этом плане будет подходящая страна. Да, я просто спрашиваю потому, что сейчас очень много бизнеса, они онлайн, то есть они как бы могут по сути, то есть они могут регистрироваться в Греции и не обязательно, скажем, приходить в офис. То есть люди сейчас работают, кто-то из дома, поэтому, например, деятельность может осуществляться фактически, действительно осуществляться, но, скажем так, в режиме онлайн. Совершенно верно. У нас такая форма предоставляется. У нас есть такая форма. У нас есть такая форма предприятия, что все услуги и все оказываются на расстоянии, то есть мы связаны, как потом с кем-то приходят. Тогда достаточно адреса с вами серьезно. Лариса, спасибо вам большое. Очень подробно отвечайте на вопросы, на очень интересные темы. Я понимаю, что, конечно, даже этого времени просто не хватит, чтобы раскрыть эти темы, потому что очень-очень много нюансов. Все это слушаешь, хочется еще-еще-еще задавать вопросы. Если мы будем говорить об открытии бизнеса и о легализации через него, то какие существуют возможности? Легализация через него. Легализация граждан, легализация денежных средств для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность, какой-либо бизнес в Греции. То есть бизнес в Греции можно вести через греческое юридическое лицо, то есть учредив здесь греческое предприятие. Любой совершенно иностранный гражданин, без каких-либо абсолютных ограничений, даже не имеющий вид на жительство, имеет право учредить в Греции предприятие. Новая программа, она вышла у нас с декабря месяца и уже начала применяться в стране. Это предоставление, я называю налоговой амнистией, потому что если ее напрямую перевести, некое налоговое убежище в Греции для граждан иностранных государств, получающих доходы в других странах. То есть для мероприятий доходы. То есть есть граждане, которые, как вы говорите, находятся, может, они там, не знаю, в Греции, в Атланте, где угодно, а доходы у них по всему миру. Есть некоторый такой момент, в какой же стране выбрать, не выбрать, а находишься, это где вообще мое резиденство и где это все нужно декларировать в одном месте, потому что есть желание, естественно, людей задекларировать и показать все налоги, желательно в одном месте. Вот Греция предоставляет такую программу, что предлагает Греция. Она говорит, вы граждане иностранных государств, которые желаете получить такое наше налоговое место. Срок такой программы не может превышать 15 лет. Вступая в нее, однако, каждый год ее можно или вводить в действие, или отменять. Например, в этом году я хочу быть в этой программе, на следующий год нет, а в третий год я опять, например, желаю быть в этой программе. Все вместе, однако, не должно быть пребывания в программе не более 15 лет. Для того, чтобы в нее попасть, нужно предоставить документы, это доказательство того, что в течение последних 7 лет гражданин был налоговым жителем какого-то другого государства, главное, не Греции, и сделать ответственное заявление, что я хочу участвовать в этой программе. Более ничего не требуется. Греция при этом рассматривает предоставленные документы, то есть, что действительно никакого налогового резиденции за последние 7 лет до подачи заявления не было, предоставляет налоговое резиденции в Грецию, при этом не требует проживания 180 дней или перевода доходов, или открытия какого-то предприятия, абсолютно ничего. Просто вступая в эту программу, дайте налоговое резиденство. Единственное, что требует Греция по законодательной норме, это ежегодно вносить сумму фиксированного налога, не знаю, какие доходы получаются по миру, и вообще, если желание у гражданина задекларировать эти доходы или нет, или если он декларирует сумму, может быть, какая угодно, сумма налога фиксированная, однако, не может превышать 100 тысяч евро, она фиксированная. То есть 100 тысяч евро, годовой доход, при этом, если гражданин попадает в эту программу и хочет также вести эту программу своих ближайших родственников, есть список ближайших родственников, то есть не только супруги и дети, братья, сын, и так далее, если на них опорная какая-то глава детства, если есть какие-то мировые доходы, они тоже могут попасть под эту программу, тогда сумма налога на членов семьи становится 20 тысяч евро в год. Таким образом, все мировые доходы, которые получаются по миру, могут в Греции совершенно спокойно декларироваться, заявляться в других странах и фиксироваться в налоговой декларации, и сумма налога никак не перемещается в личность, она фиксирована. Единственное, что делает Греция, также, когда принимает гражданина в эту программу, она уведомляет страну последнего налоговой резиденции о том, что вот с сегодняшнего дня этот участник какой-то программы, и он не является более вашим налоговым резидентом, становится нашим. Вот такая вот система, достаточно интересная, то есть подобные системы, насколько я знаю, не действовали в других странах, и сейчас дошла очередь до Греции, и какое преимущество в Греции в сравнении с другими странами шенгенского мира, это, так сказать, экономический фактор, то есть и по недвижимости, по покупке недвижимости наша сумма 250 тысяч всего, собственно, и с других стран намного больше, и она не меняется уже много лет, программа с 13-го года, а по вот этой программе фиксированный налог 100 тысяч, это тоже намного меньше, чем по похожим программам налоги, которые платятся в других европейских программах. Ну, как я понимаю, что Греция, она, как обычно, предлагает всегда такие лояльные условия, потому что даже в режиме, например, всей этой пандемии вся Европа закрыта для граждан Российской Федерации, но Греция разрешает в особом порядке приезжать туристам. Да, там есть, конечно, ряд ограничений, что нужно сдать тесты, определенное количество человек могут вылететь в неделю, но тем не менее Греция – это единственная страна, которая все-таки разрешает приехать туристам. Да, действительно, это очень интересно, да, я думаю, что есть смысл развивать эти темы, акцентировать, будем обязательно тоже делать посты у нас в Инстаграме, на сайте размещать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!